Но это не то, чтобы невозможно, хотя не... Да, давайте обусловимся на том, сказали, что можно заходить на любые сайты, в том числе какой-нибудь кнопкой N, там где-нибудь в темноте играешь, ещё что-то прочее делаешь, они бед не знают с этим сам Аризонный РП, и всё у них там вообще хорошо. Я так понимаю, но мне нужно было вчера всё это заснять. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризонный РП. Вся дополнительная информация в описании. Возможно, вы это уже все знаете и слышать вам это не впервой, но я это скажу ещё раз. Мне до безумия нравится Аризона Геймс. Вот прямо не то, чтобы Аризонный РП, а вот Аризона Геймс. Вот то, что они производят, то, что они хотят производить, то, что они вообще делают, вот мне всё это нравится. Начинает от каких-то обзоров обновлений на Ютубе до самих обновлений в игре. Я считаю, что это у них получается очень круто, и они действительно достойны того онлайна, который у них сейчас есть. Но, несмотря на всё это, есть немало проблем в Аризоне РП, как и у любого другого проекта в GTA Samp. Там, на Android или там не на Android, там, я не знаю, на компьютер, возможно, там у каких-то CRMP проект. Да у всех, в общем-то, есть проблемы что-то сделать без проблем. Но это не то, чтобы невозможно, хотя не... Да, давайте обусловимся на том, что это невозможно. Вот ничего идеального нету, и Аризонный РП тому доказательство. Но, несмотря на это, они стараются быть лучше. И, понимаете ли, в чём дело? Я уже достаточно давно рассказывал вам о том, что Аризонный РП собирается там делать весь этот стриминг каких-то сайтов, каких-то, возможно, кинотеатров, видосов с Ютуба, вот, в саму игру. Чтобы у них браузер работал в игре, вот, прям, знаете, как в Стиме, том же самом. Я об этом уже обо всём рассказывал, чтобы там можно было видосы с Ютуба смотреть. Но оно всё получается немного непонятно и немного странно. Оно не работает. Не то, чтобы не работает, а вот оно у меня вот буквально вчера работало. Сегодня я захожу, чтобы всё это отснять, всё это посмотреть. Ну, Аризонный РП Хром, разумеется, браузер, там, всё такое. Сказали, что можно заходить на любые сайты, в том числе какой-нибудь Порнхаб, в том числе какие-нибудь там прочие сайты. Может быть, в ВК можно зайти, может быть, на форум Аризонный РП можно зайти. То есть, везде, как я понял, можно зайти. Долгое время я пытался зайти, как-то всё это исправить, всё как-то со всем этим сделать. Но ничего не получалось. Вообще, абсолютно, я не знаю, может быть, у меня какая-то проблема. Может быть, это у всех не работает. Я не знаю. Но потому что вчера у меня всё работало. Вчера я снимал геймплей, открывал весь этот браузер, всё было нормально. Сегодня я всё это делаю. Всё то же самое, ничего не поменялось. Только компьютер, разумеется, выключил, включил и всё. Возможно, фиксики что-то поломали, возможно, ещё что-то. В общем, теперь, когда ты заходишь на Аризонный РП, и там без разницы, сколько ты бегаешь. Минуту, 20 секунд, я не знаю, 30 минут, возможно, час. Если ты вдруг, мало ли, нажимаешь английскую кнопку М. Ну, мало ли, ты там, допустим, перепутал её с кнопкой Н. Там где-нибудь в темноте играешь, ещё что-то прочее делаешь. А М, это кнопка открытия внутриигрового браузера в игре. И стоит тебе нажать эту самую кнопку, как тут всё. Тут сразу же пиздец. Тут, я просто, просто, тут непонятная какая-то хуйня. Тут, блядь, это, это вообще, блядь, оно крашится. Оно просто вылетает, блядь. Всё, хоть чё ты сделай, хоть, блядь, хоть, ну, похуй вообще, чё ты будешь делать. Оно, блядь, вылетает. Оно, блядь, крашит. И непонятно вообще, как весь этот краш записать, потому что там какая-то хуйня опять с УБСом. Я не знаю, там, я бандикам только не пробовал записывать, разумеется. Но в остальном, блядь, это просто ты сворачиваешься, и ты развернуться больше на Аризонный РП, на лаунчер не можешь. И в основном, то есть, люди говорят, что у меня что-то постоянно ломается, то, что у них там всё замечательно, они играют, у них там всё вообще отлично. Они бед не знают с этим сам Аризонный РП, и всё у них там вообще хорошо. Я за них, возможно, и рад. Но у меня-то почему, блядь, нихуя не рад, это ж пиздец. Блядь, как это работает? Я не понимаю, блядь, что происходит. Это, это, блядь, я не знаю, это просто какой-то пиздец, блядь. Скорее всего, я верю то, что рано или поздно всё это пофиксят. Хотя, возможно, эта проблема, она только у меня, и все остальные браузеры, ну, как бы, открывают. Потому что, если бы эта проблема была у всех, то эту функцию, наверное, бы уже отключили. И никто бы не мог даже на эту кнопку нажать, и ничего бы не происходило. Но тут ты сейчас едешь в машине, там, идёшь по городу, ещё что-то прочее делаешь. Случайно дотрагиваешься до буквы М на клавиатуре, и игра вылетает. С какой-то непонятной ошибкой. Кому по поводу неё писать, что с ней делать, непонятно. Я не знаю, почему он не работает. Я так понимаю, ну, мне нужно было вчера всё это заснять, всё это снять. Потому что сегодня оно уже всё, блядь, не работает. Видимо, функции, которые появляются на Arizona RP, их нужно успеть ещё снять. Ещё там вот этот вот кинотеатр же давно обещали, там, RZ Max. Он-то вообще работает, или как, я не успел доехать. Потому что, ну, мало времени достаточно. Нужно снимать много видеороликов. Нужно писать, блядь, сам по обзору, который я до сих пор не могу написать, дописать. И вообще, ну, что-то вообще с ним сделать. Я не знаю, как всё, как всё это устраивать. Сегодня вот хотел, опять же говорю, зайти всё это, застеть всё это, посмотреть, как всё это работает. Какой-то, возможно, обзор, там, вот это вот смешной, там, приколюхи. Какие-нибудь, там, я не знаю, футажи вставить, там, грин-скрин какой-нибудь, там, ещё какие-то штуки. У меня не получается, блядь. И они, возможно, тут со мной что-то невозможно, блядь, у всех всё нормально работает. У меня чё-то не так. Но, блядь, почему оно так работает, я не понимаю. Я просто, почему оно, блядь, при том, что это, блядь, это же лаунчер Arizona Mobile, о, этот, Arizona RP Games и так далее. Я же ничего в него не могу засунуть, абсолютно. Ты, там, я не знаю, устанавливаешь что-то, клеу, ещё чё-то, оно тебя не пускает в игру. Уже даже на самом, вот, этом стартовом экране. Нихуя у тебя не работает. И приходится её чинить, приходится, там, всё сбрасывать, вот эту вот, всю автоочистку делать, всё прочее, чтобы только тебе, вот, дало войти. А тут, ну, я просто, я и что вообще могло произойти, что могло случиться-то, блядь. Я не знаю, почему-то я не смог найти, чтобы кто-то написал об аналогичной проблеме. То есть, ну, как оно всё, я, блядь, не понимаю. Однако, я снимал этот геймплей на проекте Arizona Roleplay Phoenix, просто не нажимал английскую клавишу M, и всё у меня было нормально. И, исходя из всего этого, я могу сказать только одно. Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм DanteConnor находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, ознакомливайтесь со всей информацией. Там много всего интересного. Ну, там же, кстати, есть ссылочка на мой телеграм-канал, да и вообще, вот, там много всяких приколюх ещё есть, которые вы можете увидеть, посмотреть, обозреть, возможно, как-то вот на них повлиять. Я не знаю. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова